МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вактовый зал. Вступительное слово предоставлено научному руководителю. Он работает здесь с 1968 года. Когда в 1992 году институт стал всероссийским, Виктор Федорович возглавил его и руководил до 2017-го до преобразования в Федеральный научный центр овощеводства. Коллектив здесь удивительный. Удивительный. Почему? Потому что сплоченности, и, вернее, сплоченнее коллектива, чем на Гривас-Ксанцево в Нейсоке, и теперь в центре, я не встречал. Трудности большие были. Но мы сохранили науку. Сохранили науку, которая сейчас известна во всем мире. Достижения в науке отмечены на высоком уровне. Лучшим работникам учреждения – благодарности и грамоты от губернатора Подмосковья и Министерства сельского хозяйства. Благодарственное письмо от главы Одинцовского округа вручили заведующей лаборатории иммунитета и защиты растений Ирине Янгалычевой. Она пришла во ВНИИСОК аспиранткой в 2002 году. Начинала свою деятельность в лаборатории посленовых культур. Работа на диссертации на тему селекции на устойчивость к вирусу бронзовости томата на культуре перца сладкого помогла определиться с дальнейшей специализацией. В 2005-м Ирина Александровна перешла в лабораторию иммунитета, заведует которой уже 6 лет. В этой отрасли работают только те люди, которые самоотверженно любят. Потому что очень часто мы все, вне зависимости от погоды, от выходных, от праздников, мы на своих рабочих местах, потому что все мы очень за свою работу переживаем, волнуемся. И очень часто нашим семьям не хватает нас. Сейчас в научном центре работают 188 человек. А если считать с филиалами, разбросанными по всей стране, то порядка 480. Селекционерами создано более 1200 сортов гибридов, которые распространены не только в России, но и далеко за ее пределами. При этом достижения в науке за последнее время стали выше. Ведь все лаборатории центра оборудованы по последнему слову техники. Это, конечно же, наши сорта, это наши селекционные достижения, это, конечно же, наши разработанные методики, это наши технологии, ну и, конечно же, подготовленные кадры. Потому что наши кадры практически работают повсеместно. Во многих институтах научно-исследовательских, которые занимаются селекционным процессом. Поэтому нам есть чем гордиться. За столетнюю историю нашего учреждения мы оставили след серьезный. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.